Добрый вечер всем, кто сегодня решил быть с нами, решил провести этот вечер. Я очень надеюсь в увлекательной кампании, для того, чтобы поговорить о том, как сделать стресс своим помощникам. Разговор о стрессе всегда сложен и всегда увлекателен, потому что все мы привыкли думать и понимать о том, что стресс это какое-то чудовище, о том, что стресса надо бояться, о том, что стресс приносит нам только горе и только какие-то катастрофы. Конечно, наверное, сейчас ни для кого не открою Америку, когда скажу о том, что действительно стресс сложное явление. И, конечно, переживая стрессовое напряжение, мы действительно переживаем довольно большой спектр эмоциональных состояний, которые мешают нам, мешают нашей эффективности, мешают нашей деятельности, мешают нашему расслабленному состоянию. Вот я сейчас нахожусь в окружении камер. Я в стрессе? Конечно, да. Несмотря на то, что я имею опыт, но тем не менее я нахожусь в стрессовой ситуации, потому что я не знаю, кто находится по ту сторону экрана, потому что я не знаю, чего вы ждете. И, конечно, эта ситуация является для меня стрессовой, но я ее для себя оцениваю как все-таки положительный стресс, потому что у меня есть некоторое воодушевление, потому что я чего-то жду от нашей сегодняшней встречи и очень надеюсь, что я смогу даже вот в такой, да, в заочной форме ответить на какие-то вопросы, ответы на которые вы сегодня ждете. Итак, как сделать стресс своим помощникам? Стресс – это классическая физиологическая реакция. И, конечно, если мы говорим о стрессе, то мы всегда говорим о том, что это есть некоторое состояние. Состояние это связано прежде всего с тем, что мы испытываем довольно серьезное давление или напряжение. И когда мы находимся вот в таком состоянии давления или напряжения, то нам сложно принимать какие-то решения, нам сложно действовать, нам сложно быть эффективными. И именно поэтому всю свою жизнь, да, люди пытаются со стрессом бороться. А я сегодня вам, уважаемые друзья, предлагаю познакомиться с некоторыми какими-то технологиями, с некоторыми взглядами, с моим опытом о том, каким образом со стрессом можно взаимодействовать. Да, каким образом стресс сделать своим помощником и с помощью стресса добиваться, да, каких-то результатов. Я думаю, что вы имеете некоторые представления о том, что такое стресс, потому что все мы в своей жизни испытывали, да, разные стрессовые ситуации в той или иной степени, которые влияли на нашу с вами жизнь. И, естественно, эти ситуации оставляют очень-очень-очень разный след. И, наверное, если я сейчас начну перечислять, что мы с вами чувствуем, когда испытываем стресс, то я думаю, что сейчас вы все узнаете, да, какое-то свое состояние. Как правило, мы говорим о состоянии напряжения, мы говорим в этот момент о состоянии тревоги. Мы можем сказать, что в стрессе мы чего-то боимся, что стресс заставляет нас очень сильно о чем-то переживать. О том, что стресс запускает очень большое количество процессов в организме, когда мы себя очень некомфортно чувствуем с точки зрения нашего соматического здоровья. У нас учащается сердцебиение, мы очень сильно чувствуем свой пульс, нам сложно на чем-то сосредоточиться. Это все-таки классические реакции организма, которые говорят о том, что что-то пошло не так. Есть какой-то результат, на который я не очень рассчитывала. Или есть какая-то внешняя угроза, которая доставляет мне максимальный дискомфорт. Но даже в этом состоянии можно находить некоторые плюсы, потому что такое состояние в нашем организме появляется не случайно. Именно вот такое состояние подъема, повышение абсолютно всех реакций организма позволяет нам принимать какие-то решения и что-то делать. Несмотря на то, что мы с вами, уважаемые коллеги, говорим о том, что все-таки находясь в стрессе, наверное, не надо принимать никаких решений. И это действительно так, потому что все-таки стресс не способствует, наверное, тому, чтобы мы с такой холодной головой и с чистым разумом принимали эти решения. Но тем не менее, наш современный мир, в котором мы живем, он, конечно, изобилует разными ситуациями, новыми, непонятными для нас, напряженными ситуациями. Ситуации с большим очень темпом жизни, в которых нам надо как-то разобраться, с которыми нам надо как-то познакомиться и суметь в довольно короткий период времени принять те решения, которые мы должны принять в этой ситуации. И поэтому стресс в данном случае является вот такой классической защитной физиологической реакцией. Когда мы испытываем стресс, то в этот период времени наш организм пытается отрегулировать себя для того, чтобы сделать нас эффективными в решении той задачи, которая сейчас перед нами стоит. И если мы говорим о физиологических реакциях, то, как правило, рассуждая о стрессе, я сейчас просто вам хочу немножко напомнить о том, какие мы испытываем эмоции в той или иной стадии стрессового напряжения. Для того, чтобы мы сейчас с вами немножко вспомнили, а как я себя веду и как я себя чувствую в ситуации стрессового напряжения. Итак, вообще понятие стресс вводит Уолтер Кеннон. Он, исследуя реакции организма, впервые использует термин стресс. И уже вслед за ним физиолог, эндокринолог Ганс Селье говорит о том, что есть три стадии стресса, которые планомерно одна за другой всегда наступают. И я хочу вам, уважаемые коллеги, напомнить о том, какие эти стадии, только для того, чтобы мы с вами понимали, а что же можно сделать, как можно себе помочь, находясь в той или иной стадии стрессового напряжения. Так вот, Ганс Селье говорит о том, что в первой стадии мы испытываем чувство тревоги. И действительно, давайте вспомним, когда мы испытываем какой-то дискомфорт в ситуации новизны, в ситуации неопределенности, когда мы не знаем, как поступить, или когда мы не можем найти правильного решения, то, как правило, мы испытываем действительно состояние тревоги, и это состояние существует для того, чтобы мы нашли какое-то решение. И вот если в этот момент мы понимаем, что ни одно из решений, по нашему мнению, неадекватно той ситуации, в которую мы попали, то тогда мы с вами плавно переходим на вторую стадию. Вторая стадия резистентности или сопротивления. И Ганс Селье, и последующие ученые, которые занимались стрессом, они все говорили о том, что эта стадия позволяет мобилизовать все наши ресурсы. И вот это как раз, наверное, то самое золотое семя стресса, которое существует. Нет, если бы не было стресса, мы бы с вами не могли принимать решения быстрые, экстренные, кстати, очень правильные. Если бы не было стрессового напряжения, если бы не было вот этой мобилизации ресурсов, мы бы с вами вообще практически не могли действовать. Нас бы ничто не трогало, нас бы ничто не удивляло, нас бы ничто не вдохновляло. И когда происходит вот эта вторая стадия сопротивления, то с нашим организмом происходят какие-то просто колоссальные вещи. Мы вот на этой стадии сопротивления, на этой стадии резистентности можем совершать такие поступки и такие действия, какие в ситуации покой мы бы никогда не сделали. И поэтому для того, чтобы чего-то достигать, для того, чтобы приходить к каким-то новым уровням своего развития, к достижениям, к любым, когда мы идем к поставленной цели, то нам необходима мобилизация этих ресурсов. Мы должны чувствовать, что наш организм готов. Но при этом, конечно, надо сказать, что действовать постоянно в таком напряжении организм не может. И поэтому неименуемо наступает третья стадия, стадия истощения. И вот тут, уважаемые друзья, как важно понимать и чувствовать, когда мой организм работает на пределе. Для того, чтобы быть эффективным, для того, чтобы достигать тех целей, которые мы перед собой поставили, но не разваливаться. Ни с точки зрения деятельности, ни личностно. И стадия истощения наступит обязательно, ее не надо бояться. Надо просто понимать, в какой момент надо дать себе отдохнуть. И вот в таком напряженном потоке, в котором сейчас буквально все мы с вами существуем, есть одно золотое правило. Отдыхай до того, как ты устал. И вот этот момент надо очень хорошо для себя понимать. И поэтому, когда мы говорим, например, о планировании года, о планировании месяца своего, своей жизни, то я всегда рекомендую начинать любое планирование с запланированного отдыха. Мы с вами обязательно должны понимать, где, за счет чего и каким образом я буду пополнять свои ресурсы. А пополнять их, конечно, надо обязательно. Потому что, еще раз хочу сказать, что вот эта третья стадия, стадия истощения, когда нам обязательно надо отдохнуть, она наступает неминуемо. И для того, чтобы не довозить себя до абсолютного нересурсного состояния, надо понимать, в какой момент мне надо приостановиться, взять паузу и все-таки дать своему организму возможности набраться сил. Что еще хотелось бы сказать, когда мы с вами рассуждаем о стрессе? Какие стрессоры на нас влияют? Знаете, очень многие ученые занимаются исследованием тех стрессовых факторов, которые на нас влияют. И, конечно, ученые разработали различные классификации. И существуют группы стрессовых факторов, которые влияют на нас. К ним относятся физические, физиологические факторы, информационные. И, кстати, информационный стресс выделяют как самостоятельный. И за последнее время он приобретает просто колоссальнейшую распространенность. Его еще иногда называют или управленческим, или директорским стрессом. По той простой причине, что надо в какой-то краткий срок с высоким уровнем ответственности принять те решения, от которых мы не имеем права отказаться. И поэтому вот такие стрессовые факторы являются, наверное, универсальными. Конечно же, эмоциональный стресс, когда я ощущаю, а потом осознаю какую-то опасность, которая на меня надвигается. Или я ожидаю этой опасности. Знаете, вот этот классический родительский прием, когда ребенок что-то провинился, и мама говорит, вот, сейчас отец с работы вечером придет, и вот он будет строго с тобой разговаривать. И вот этот ребенок ждет вечера, когда это придет папа с работы, и он получит какое-то неминуемое возмездие за какой-то свой проступок. Вот это ожидание стресса, оно в этом смысле, да, еще, ну, наверное, может быть, даже более тяжелое, нежели уже оказаться в самой стрессовой ситуации. Поэтому эмоциональные стрессоры имеют, конечно, огромное значение. Ну и, уважаемые коллеги, я думаю, что все вы прекрасно знаете, что у нас есть и индивидуальные стрессовые факторы, которые действительно очень уникальны для каждого из нас. Потому что если я там сейчас пройду, если бы я имела такую возможность с вами сейчас встречаться, да, вот, лично в режиме оффлайн, и хлопнула бы где-то у кого-то над ухом ладошкой, то кто-то бы на это вообще не среагировал, а кто-то бы вздрогнул и испугался. Потому что у нас у каждого разный порог чувствительности, у нас у каждого есть разные индивидуальные переживания, и поэтому вот персональные стресс-факторы, их очень много. И для того, чтобы все-таки сделать стресс своим помощником, то надо очень хорошо, да, отрефлексировать и посмотреть, на что же я все-таки вот так сильно эмоционально реагирую, какие ситуации мне надо держать под контролем для того, чтобы ориентироваться, для того, чтобы чувствовать себя успешным, для того, чтобы на меня не захлестывали какие-то тревожные такие переживания, которые не позволят мне достичь той цели, которую я перед собой ставила. И поэтому в данном случае стресс, конечно, сигнализирует о том, как мы с вами уже сказали чуть выше, что что-то пошло не так. И для того, чтобы сориентироваться, а что же пошло не так, мы, конечно, должны очень хорошо уметь анализировать ситуацию, в которой мы оказались. И вот этот анализ, да, я предлагаю прям вести письменно. Вот для того, чтобы все-таки поставить стресс, да, вот к себе вот в такие, да, в соратники и в помощники, то, конечно, все ситуации стрессовые, в которых мы были и в которых, может быть, мы были не очень успешными, их не надо куда-то вытеснять, их не надо куда-то выталкивать. Я их вам предлагаю проанализировать, да, когда, в какой момент, что пошло не так, что я не достигла или не достиг того результата, которого я хотел. И вот если мы с вами этот анализ произведем и выделим какие-то моменты, как правило, эти моменты плюс-минус будут у всех похожи. Я не очень подготовился, я не очень хорошо был проинформирован о какой-то ситуации, а я, может быть, не очень хотела чего-то достигать в этой ситуации, да, у меня была там не очень высокая мотивация к достижению, и поэтому как-то я не очень сильно подготовилась. Только с одной целью, не для того, чтобы себя поругать, как это чаще всего бывает, а только для того, чтобы сделать вывод, а как я могу вот эти знания о себе использовать в следующий раз. И вот этот анализ мы проводим только с одной целью, чтобы взять какую-то информацию и сделать ее для себя очень рабочей. Каждая стрессовая ситуация, она неминуема ни у кого в жизни. Уважаемые коллеги, я думаю, что мы с вами про это знаем, тем более современный мир, да, вука-мир, в котором мы живем, который неопределенен, сложен, неоднозначен. Конечно, мы с вами можем ежедневно сталкиваться с различными стрессовыми ситуациями той или иной степени сложности для нас. Но каждую из этих ситуаций я предлагаю анализировать. И только тогда мы с вами можем про себя понимать, как я реагирую, почему я так реагирую, что мне надо сделать для того, чтобы минимизировать отрицательные реакции и все-таки прийти к достижению той цели, которую я себе поставила. И вот в этой ситуации, конечно, тот самый сложный, нестабильный вука-мир, в котором мы с вами живем, он, ну, буквально сейчас мы с вами все находимся в этой ситуации, ситуация пандемии. Стрессовая она, конечно, да. Для всех, да, в той или иной степени. Но кто-то, да, из нас довольно легко перенес эту ситуацию с пандемией. Кто-то, да, был вынужден обращаться за помощью. И вот, кстати, я хочу, да, вот искренне поблагодарить этих людей, которые не побоялись обратиться за помощью, признаться, что им страшно, что им некомфортно, что они не могут выполнять какой-то свой функционал. И они идут за помощью к специалисту. Это правильно. Когда болит зуб или болит сердце, мы обращаемся к врачу. Вот ровно так же я предлагаю найти своего специалиста и обратиться за помощью. Потому что в данном случае, да, профессиональный психолог, и я вот за профессиональную подготовку психологов, потому что, конечно, сейчас мы сталкиваемся, ну, к сожалению, с очень разными, да, по качеству психологическими услугами, поэтому я за психологическое образование, за академическое психологическое образование, которое, конечно, ну, является всегда, практически всегда залогом успеха, да, вот в подготовке специалиста. И поэтому обратиться за помощью – это нормально, это правильно. Правильно признаться себе, что я испытываю тревогу, я испытываю страх, что я боюсь, да, этого коронавируса. И это честно, это правильно, и это как раз путь к успеху, потому что признавшись, осознав вот эту историю, это свое переживание, мы можем легче с этим справиться. А уж если, конечно, мы примем для себя решение обратиться, да, за профессиональной помощью, то в этом смысле, я думаю, что, конечно, мы с этой ситуацией справимся намного быстрее и намного перспективнее. Вот такой вукомир несет в себе различные социальные угрозы, техногенные угрозы, большое количество социальных рисков, но совсем с этим мы абсолютно способны справиться. И вот, наверное, сегодняшняя наша встреча как раз, ну, мне бы хотелось, чтобы ее основным лейтмотивом стала как раз вот эта убежденность, что со многими стрессовыми ситуациями мы с вами сами способны справиться. Конечно, я не беру ситуации, наверное, да, какой-то тяжелых травматических переживаний, когда каждый из нас в жизни сталкивается со сложными, с дистрессовыми ситуациями, когда стресс очень сильный, когда он хронический, когда он носит пролонгированный характер. Это, конечно, отдельная тема отдельного разговора, и сегодня мы ситуации этих не будем касаться. Сегодня мы, конечно, с вами в основном говорим о тех стрессовых, напряженных каких-то ситуациях, с которыми мы с вами способны справиться сами. И любая стрессовая ситуация, я хочу немножко напомнить, да, всегда новая для нас, эта ситуация всегда для нас неопределенная, мы не знаем, что это такое, мы не знакомы с этой ситуацией, и любая стрессовая ситуация для нас имеет высокое субъективное значение. И вот если мы с вами поработаем вот с этими тремя параметрами, разложив эту ситуацию, изучив ее, мы обязательно сделаем стресс своим помощникам. Потому что любую неопределенную ситуацию мы с вами вполне можем сделать определенной, мы можем собрать про нее информацию, мы можем понять, какой есть опыт совладания с этой ситуацией, мы можем изучить, а как мы реагируем на ситуации подобные, а как наши друзья реагируют, как они справляются, как наши близкие справляются с этой ситуацией. И поэтому любую неопределенную ситуацию мы можем сделать более определенной. Вы знаете, сейчас вспомнилась вот такая трагическая история, если вы помните в истории великих кораблекрушений, к сожалению, в 1994 году произошло крушение парома Эстония. Там выжило чуть более 100 человек, и среди них была одна пара. Они не были знакомы до катастрофы, они познакомились в воде. Юноша и девушка, которые всю ночь держались друг друга в холодной воде. Чтобы не заснуть, они разговаривали и строили планы на будущее. И я вам хочу сказать, что именно это им позволило выжить. Потому что у них была цель, потому что они договорились, если их спасут, то каждый год они будут встречаться в одном из финских городочков, в одной из кофеин, для того, чтобы отметить эту дату. И так и произошло. Их спасли, они не заснули. Конечно, там были какие-то сложности, конечно, они получили какие-то сложности со здоровьем, но они остались живы, они смогли с этим справляться. И поэтому основная суть этой истории как раз состоит в том, чтобы остаться в живых, чтобы знать, в чем суть твоего ресурса, чтобы знать, к чему я иду. Нужна такая вот долгосрочная цель, нужна какая-то идея, нужен смысл жизни, как говорил великий Виктор Франкл, что смысл жизни, он создаст цель и создаст возможность быть всегда и держаться всегда в той ситуации, в которой мы можем находить из нее выход. И если еще вспоминать вот таких великих исследований, то в 1954 году французский врач Алим Бомбер решил исследовать, почему же люди не справляются со стрессовой ситуацией. И он ушел почти в кругосветку на обычном плавсредстве, которое было распространено в середине 50-х годов, 20-го века, и он сделал для себя вывод, что людей в любой стрессовой ситуации крушит, не отсутствие воды или еды, их разрушает страх и отсутствие цели. И поэтому, уважаемые друзья, я предлагаю в любой стрессовой ситуации, и это еще один ключ, как сделать стрессовым помощником, очень четко формулировать для себя цель. Ради чего вы хотите это преодолеть? Почему вы сейчас находитесь в этих условиях, и что будет основным таким движком к тому, что вы будете преодолевать ту ситуацию, в которой вы оказались, какой бы там самой негативной она ни была? И, конечно, для любой неопределенной ситуации учеба – это всегда выход. То есть лозунг «учиться, учиться» и «продолжать учиться» не просто так. Если мы делаем обучение длиною в жизнь, мы всегда остаемся на плаву, мы всегда держим руку на пульсе, мы всегда готовы к переменам. Поэтому вот эта стратегия обучения длиною в жизнь, она является сейчас очень популярной стратегией. Когда мы учимся разному ремеслу, когда мы учимся новым профессиям, когда мы меняем свою профессиональную деятельность для того, чтобы в таком вукомире, очень неопределенном и довольно сложном, быть всегда успешным. А сложности, конечно, в этом вукомире хватает. Сложность информации, усложняется темп жизни, усложняются требования к нам с вами, как к членам общества. Давайте возьмем ситуацию с единым государственным экзаменом. Сейчас очень многие выпускники как раз в эпицентре этих событий. Конечно, сложная ситуация, естественно. Но посмотрите, чего мы боимся в ЕГЭ. Ведь, скорее всего, не самого экзамена. Мы опасаемся результатов. О том, что они будут не такими, какими мы ждем этих результатов. О том, что они не дадут негативные результаты, если они чуть ниже, чем мы ожидали, о том, что они не дадут воплотить мне стратегию в жизни. Друзья мои, на это тоже есть ответ. Если мы чувствуем, что мы немножко будем неуспешны в какой-то ситуации, то для того, чтобы себя поддержать, я предлагаю формулировать просто план Б, чтобы он был. И когда мы формулируем для себя план Б, например, там не так я сильно много набрал баллов по ЕГЭ, как мне хотелось бы по какой-то из дисциплин, то тогда я знаю, что я буду делать. Ведь что нас пугает, и что делает нас незащищенными от стресса в этой ситуации? Как правило, ощущение провала. И если мы ощущаем этот провал, то, как правило, мы его ощущаем, ведь с тем, что происходит крушение всех наших надежд. Ну а мы помним, у нас с вами есть ключ, как сделать стресс своим помощником. В этой ситуации мы с вами всегда должны иметь еще какой-то один вариант развития событий, который нас будет устраивать. И если мы чисто психологически будем позволять себе право на ошибку, скорее всего, он нам и не понадобится. Скорее всего, мы успешно сдадим экзамены и поступим в тот вуз, который мы хотим. Просто потому, что мы разрешим себе ошибаться. И вот если вот сейчас кто захочет со мной, может повторить эти слова, дать себе некоторые разрешения. Я разрешаю себе ошибаться. Я разрешаю себе не быть идеальным. Вот прямо здесь и сейчас. Я разрешаю окружающим людям любить и воспринимать меня. Я очень практически уверена, что вы почувствуете легкость в этой ситуации, потому что, фу, ну то есть слава богу, то есть оказывается, можно сделать ошибку. Потому что вот высокий такой уровень перфекционизма, он прекрасен, мы прекрасные исполнители, когда мы хотим все сделать на пять. Но как же нашему организму при этом тяжело? Как только вы себе разрешите ошибаться, вы не будете испытывать такой сильный стресс. Ну и, конечно, добьетесь большего успеха. И неоднозначность. Любая ситуация, которая для нас неоднозначна, она тоже нас напрягает, она нас пугает и добавляет стрессовых переживаний. И поэтому, если мы вот эту неоднозначность преодолеем, то мы уберем еще несколько напряжения из этой стрессовой ситуации. Как побороть неоднозначность? Как правило, в ситуации неоднозначности мы не знаем, как на нее реагировать. И мы испытываем довольно большое количество страхов. А вот если мы поймем, чего мы боимся, если мы сами себе признаемся, что я боюсь, то тогда у нас тут же построится логическая цепочка рассуждений. Я боюсь. Чего я боюсь? Где находится у меня в теле этот страх? Чем он вызван? И тогда я могу его преодолевать. Потому что как только мы осознаем свое эмоциональное состояние, мы можем с ним работать. Знаете, я когда сотрудничала с московским отрядом Центроспас, они меня научили очень легкому приему. Называется зеркало. Я вот вам его рекомендую. Когда мы находимся в ситуации напряжения, представьте, что перед вами находится зеркало. И задать себе несколько вопросов. А как выглядит мое лицо? Напряжено ли оно? Лицевые мышцы, мимические мышцы, да, лица. А напряжено ли они? Как только мы подумали, что они напряжены, мы тут же даем команду им расслабиться. А что происходит с мышцами моего плечевого пояса? И так посмотреть на все свое тело. Через три минуты вы будете в более расслабленном состоянии. Потому что вы осознали свое напряжение. А значит, вы можете им управлять. И так становится ситуация уже не такой неоднозначной. И мы понимаем, чего мы боимся. И мы понимаем уже теперь, как с этим справляться. Потому что мы уже изучили свой ресурс. Потому что мы проанализировали свои ошибки. Потому что мы теперь знаем, что к ситуации можно готовиться. Про нее надо чуть больше узнать. В ситуации будет легче сориентироваться. И тогда любое напряжение точно станет абсолютно точкой нашего развития. Когда мы сможем идти вперед. И когда любое напряжение мы поставим себе на службу. Потому что тот ученый Ганс Селье, про которого мы с вами уже вспоминали, он стресс называл адаптационным синдромом. И это действительно так. Испытывая стресс, попадая в новую сложную неопределенную ситуацию, мы приобретаем новые функции. Мы раскрываем свои ресурсы. А значит, мы приобретаем новые знания. Ну и, конечно же, новый опыт. И с этим опытом мы идем дальше. И этот опыт пополняет нашу копилочку. Нашу личностную, профессиональную копилку. Которая, безусловно, сделает нас еще более успешными в нашей с вами личной жизни, в профессиональной жизни. Потому что это будет способствовать нашему с вами развитию. И именно поэтому Селье говорил, что стресс это приправа в нашей жизни. То есть без стресса было бы скучно, плоско. И только вот такой легкий стресс, я подчеркиваю, не тяжелые стрессовые переживания. Мы сегодня с вами не говорим о них. Это отдельная тема разговора. А легкий стресс, который нам добавляет вот этой приправы. И тогда мы постоянно находимся в тонусе. И тогда мы постоянно куда-то движемся. И это позволяет нам, безусловно, развиваться. И поэтому в любой стрессовой ситуации мы с вами приобретаем очень нужные навыки. Наш ум становится более гибким. Мы становимся более адаптивными. Мы знаем свои ресурсы. Мы знаем какие-то особенности, которые нам мешают чего-то достигать. И это все мы узнаем только пережив какую-то стрессовую ситуацию. И, конечно, мы приобретаем очень ценные навыки. Гибкость, мудрость, опыт. Мы учимся и учимся разучиваться. Потому что от каких-то прежних стереотипов, установок тоже надо отказываться. Если мы идем вперед. Если мы находимся в ситуации преодоления, которая, конечно, позволяет нам приобретать этот опыт. Мы, в конце концов, учимся есть слона по кускам. То есть, по всем правилам тайм-менеджмента, делить свою нагрузку, делить свою деятельность. И не воспринимать любую ситуацию как нечто ужасное. Разложить ее по полочкам. Сделать ее каким-то образом классифицировать, как удобно мне. И тогда она уже не кажется такой глобальной. И тогда у нас уже, оказывается, появляются средства, каким образом можно эту задачу решать. Потому что уже не слон на меня надвигается. А есть реестр задач, которые я должна для себя решить. И, конечно, надо продолжать учиться. Еще раз я хочу вам предложить эту концепцию обучения длиною в жизнь, которая, безусловно, является сейчас одной из самых успешных. И у нас есть очень-очень разные стратегии преодоления стрессовых ситуаций. У каждого они свои, хотя есть, конечно, общие классификации. Но я думаю, что сейчас, услышав их, вы поймете, а как реагируете вы. У нас есть более активные, менее активные стратегии. У нас есть возможность в стрессовой ситуации очень по-разному себя вести. И вообще, вот все то, о чем мы с вами сказали ранее, вот те физиологические реакции, которые мы испытываем в ситуации стресса, они, как правило, существуют для того, чтобы нападать, убегать или замирать. Есть еще несколько реакций, но они более мелкие, например, прятаться. И поэтому, когда мы испытываем стресс, когда наш организм мобилизовался, то мы понимаем, что если стрессор носит кратковременный характер, я могу просопротивляться, и я начинаю нападать. Реакция нападения очень разная. Это может быть горячий спор, это может быть более высокий, такой громкий тембр голоса. Это может быть реальное нападение, если нам надо сопротивляться. Реакция нападения, как правило, если она в негативном аспекте, то она может содержать в себе какие-то оскорбления, переход на личности. То есть если с вами так взаимодействуют, вы понимаете, что ваш визави сейчас пытается на вас нападать. По одной простой причине. Он находится в стрессе. И зная это, мы можем начать управлять этой ситуацией, для того, чтобы ваш оппонент все-таки согласился с вашей точкой зрения. Мы, наверное, все это выходим в диалоге. Реакция бегства. Если я понимаю, что я не могу нападать, сейчас это не перспективно, если я понимаю, что у меня нет ресурса для этого, то я могу от стрессовой ситуации уйти. И это тоже нормально. Я думаю, уважаемые коллеги, вы со мной согласитесь о том, что если действительно мы перед собой представляем какую-то физическую опасность, конечно, наверное, лучше от нее уйти, нежели с ней сопротивляться. И я могу замереть. И, как правило, реакция замирания, с нее очень часто все начинается. Когда происходит что-то неожиданное, я вздрагиваю, и эта пауза мне нужна для того, чтобы принять решение. А что делать дальше? Есть у меня ресурс для того, чтобы атаковать эту стрессовую ситуацию? Или мне надо отойти, и это будет для меня безопаснее? И вот реакция замирания, и, кстати, в природе она довольно популярна. Например, так делают опоссумы. В любой сложной ситуации они притворяются мертвыми. Они замирают, чтобы понять, а что случилось, и дальше уже принимать какие-то решения. Так вот, человек тоже пользуется этой реакцией, да, когда в какой-то очень сложной ситуации, я думаю, что все мы помним, это по школе, да. И так к доске идет, и весь класс замер. Потому что никто не хочет идти к доске, и у всех ощущения, вот только бы не меня, только бы не меня. Конечно, учитель продолжает видеть весь класс. Но мне кажется, что я замерла, и меня к доске не вызовут. Поэтому вот эти реакции, они являются очень классическими. И для того, чтобы понять, как я реагирую, достаточно просто вспомнить о том, каким образом я себя вот в любых сложных и напряженных ситуациях веду. А сейчас я хочу вам предложить немножко пофантазировать. Конечно, в стрессе нам всем нужна какая-то помощь. Конечно, мы все рассчитываем прежде всего на свои ресурсы, но очень часто этот ресурс себе надо помочь как-то организовать. И вот есть такая прекрасная техника визуализации, которая называется волшебное животное. И если вы захотите, вы можете где-то в комментариях поделиться, какое животное вам пришло на помощь. Сейчас я вам просто предложу представить, что вы находитесь на опушке леса. И вот из леса, вот буквально через секунду, появится волшебное животное. Это то животное, которое вам обязательно поможет. Что это за животное? Посмотрите, а какие у него ресурсы? Потому что это ваш ресурс. Это вы представили это животное. Это именно к вам приходит это животное на помощь. И вот такая очень легкая, очень быстрая визуализация поможет нам поддержать самих себя в любой сложной ситуации. Пришли ли вы на экзамен, пришли ли вы куда-то на собеседование, пришли ли вы в кабинет к руководству. То есть, представляете, у вас есть некоторые опасения, я не знаю, как себя вести, чего мне ждать, какая будет реакция, но вы пришли один. Или, по ощущениям, вы пришли вместе со слоном. У вас есть вот эта мощная такая поддержка рядом, эмоциональная поддержка, которая не даст вам в ситуации какого-то сильного напряжения спасать. Поэтому вот этот вариант, эта техника волшебного животного, волшебное животное, она очень-очень помогает в ситуации сильного напряжения найти какой-то внутренний ресурс и справиться с этим. Есть еще несколько вариантов, каким образом мы с вами можем помочь себе справиться со стрессовым напряжением. Когда мы занимаемся изучением стресса, и накопилось уже довольно большое количество теорий и практик, и вот с двумя из них я тоже хочу с вами познакомить, вас с ними познакомить. Первый из них это стресс-серфинг. Автор этого метода, это метафора Иван Кириллов, который предлагает использовать энергию стресса. И тут я, конечно, с ним абсолютно согласна, потому что стресс дает огромное количество энергии. И мое предложение вслед за автором этого метода, конечно же, использовать эту энергию для активной деятельности. Потому что очень часто в ситуации стрессового напряжения мы цепляемся за то, что уже невозможно, или за то, что уже прошло, при этом совершенно не замечая о том, что находится рядом с нами, или о том, что нас может ожидать впереди. Поэтому основной постулат этой метафоры о том, что энергию стресса можно использовать для своего достижения, оставить то, что не смогло исполниться здесь и сейчас, и увидеть эти новые возможности. Разрешить себе увидеть эти новые возможности. И второе такое теоретическое направление, о котором я хочу сейчас напомнить, наверняка вы уже слышали, это стресс-менеджмент. Управление стресс. Если мы с вами не можем стрессовой ситуации сбежать, то ее можно взять под контроль. Помня о том, что характеристики стрессовой ситуации – это личностная значимость. И если у нас есть возможность ее несколько снизить, значимость ситуации для нас, то и влияние стресса будет тоже меньше. Новизная неопределенность, мы уже с вами знаем, как с этим работать. Каким образом можно преодолеть эту новизную неопределенность? Нагрузка. Конечно, в стрессовой ситуации, как правило, мы испытываем колоссальную эмоциональную и физическую нагрузку. А значит, свое тело нам тренировать, для того, чтобы эту нагрузку можно было перенести. Значит, надо использовать техники эмоциональной саморегуляции. Я думаю, что они вам известны. Одна из самых простых техник эмоциональной саморегуляции – это правильное дыхание. Самое простое правило о том, что вдох наш должен быть всегда чуть короче, чем выдох. То есть мы должны максимально глубоко выдохнуть. Сделав три эпизода вот такого правильного дыхания, мы уже берем под контроль свое эмоциональное состояние. И тоже делаем стресс своим помощником. В любой стрессовой ситуации велика очень доля риска. Мы всегда рискуем. И кто может на себя взять вот эту ответственность, да, то, конечно, потом получает, да, на выходе обязательно достижение цели, ну и некоторый приз. И если мы можем снизить степень риска своей подготовкой, конечно, мы должны это делать. В ситуации сдачи экзамена, конечно, если мы готовы, мы с большей легкостью сдаем этот экзамен. Поэтому подготовка к любой ситуации, от которой вы ждете какого-то стрессового напряжения, безусловно, будет залогом нашего успеха. И цейтнот. Как правило, когда мы в стрессе, у нас всегда есть дедлайны, у нас есть какая-то сверхзадача, у нас есть еще огромное количество задач, которые мы должны выполнить параллельно. Так вот, каждый день, когда вы планируете день, выделяйте для себя 2-3 задачи, которые вы обязательно должны выполнить. Назначьте сроки выполнения этих задач, и тогда вы с большей легкостью справитесь с цейтнотом, который будет вас подгонять и добавлять вот таких неприятных стрессовых переживаний. И, да, уже подходя, подводя итоги, подходя к концу, я вам хочу предложить еще одно сейчас упражнение. Есть такая техника, квадрат принятия решений. Когда вы находитесь в ситуации неопределенности для того, чтобы принять решение, идти в этом направлении, не идти, как себя вести, как действовать, есть 4 вопроса, которые надо себе задать. Вопрос первый. Что будет, если это событие произойдет? Дать на него ответ. Вопрос второй. Что будет, если это событие не произойдет? И тоже дать возможность себе ответить. Вопрос третий. Что не будет, если это событие произойдет? Чего мы лишимся? И вопрос четвертый. Чего не будет, если это событие не произойдет? Ответив на эти 4 вопроса, вы обязательно сможете с большим успехом принять самое верное в той ситуации для себя решение. Когда надо взять паузу? Когда надо сосредоточиться? Я предлагаю вам еще один ключик. Еще одну технику, которая называется место покоя или точка покоя. Пофантазируйте. Посмотрите, где вам хорошо и комфортно. Есть ли такое место, где вам уютно, где вам спокойно, где вам очень хорошо? Попробуйте мысленно перенестись в это место. Попробуйте почувствовать ваше ощущение, что вы испытываете вот там, когда вы мысленно находитесь, вот в том самом приятном для вас месте. Попробуйте зафиксировать это состояние. И в момент любого напряжения мысленно можно себя всегда в это состояние вернуть. И я вас уверяю, мои друзья, что вы обязательно возьмете под контроль самые сложные эмоциональные переживания и примете самое правильное для себя решение. И еще одна версия вариантов, да, каким образом можно принимать какие-то очень важные для себя решения, находясь, да, вот в каком-то стрессовом, в таком напряжении. Как можно еще одним способом сделать стресс своим помощником? Можно все свои переживания, все свои чаяния, все о том, о чем вы думаете, разделить на две категории задач. Круг забот и круг влияния. Вот круг забот – это все, о чем мы переживаем. Это все, что нас волнует. Это все события, которые происходят в нашей жизни, в жизни наших близких, в жизни нашего общества, в жизни государства в целом. Все то, что вообще вот нас так или иначе заботит. И круг влияния – это тот круг, он более узкий, более маленький. Тех задач, на которые вы реально можете влиять. Выбирайте задачи из этого круга, потому что только на них вы можете повлиять. Например, на ситуацию с пандемией мы с вами можем повлиять? Ну, только частично, сохраняя, да, вот все правила, которые, да, нам диктуют все официальные структуры, да. Но в целом с распространением коронавируса ситуацию каждый из нас с вами в отдельно взятом случае решить не может. Надо ли делать это кругом своего влияния? Конечно, нет. Мы с вами все равно не добьемся результата. Поэтому мы с вами в любой сложной ситуации должны отвечать и брать ответственность только за то, что мы реально можем изменить. И поэтому я предлагаю вам, да, всегда находиться, ставя себе какие-то задачи, находясь в стрессовой ситуации, в тех ситуациях и влиять только на те ситуации, которые попадают как раз в тот самый круг нашего влияния. И тогда вы повысите долю, да, своего успеха. Я абсолютно уверена, что эти вот самые такие простые рекомендации, да, дадут возможность вам более успешно себя чувствовать в стрессовой ситуации. И напоследок, моя коллега, шведский психолог Мария Осбер, предложила термин «воронка истощения». И очень часто мы в современном мире, вот в такой непростой ситуации, как раз находимся, да, вот в этой воронке истощения. Это та ситуация, когда мы с вами выполняем очень большое количество задач. Вообще мы живем в многозадачном мире, и мы разговариваем по телефону, мы что-то пишем, отмечаем, принимаем какие-то решения. У нас еще, значит, есть вторая и третья линии по телефону, и вот это все в один момент. И как правило, когда нам надо решить очень много задач, когда мы находимся в стрессовом напряжении, то мы выделяем время для решения этих задач, да, лишая себя чего-то очень для нас важного, очень ценного, для нас эмоционального, такого вот очень приятного, как правило. Ну ладно, ну с подружками встречусь потом, ну ладно, в кино схожу потом, ну ладно, вот тут, значит, на фитнес тоже схожу потом, потому что у меня еще 38 задач, которые я должна решить. И так мы с вами попадаем в воронку истощения, чтобы выйти все-таки на ресурс. Я предлагаю вам помнить о том, что хотя бы 30 минут в день, уж я даже не говорю про час, хотя бы 30 минут в день посвящать себе любимым. И делать не то, что я должна делать, а то, что мне хочется. То, что вот мне приятно, то, от чего мне хорошо, и то, от чего я получаю удовольствие. И тогда мы с вами не попадем никогда в воронку истощения, потому что мы с вами будем понимать, откуда нам взять этот ресурс. И тогда мы с вами будем абсолютно уверены, что в любой стрессовой ситуации мы знаем, что мы ресурсны, мы знаем, что у нас есть силы сопротивляться, мы знаем свои стратегии сопротивления, мы можем попросить о помощи, мы знаем свои силы, мы знаем свои сильные стороны, мы знаем свои слабые стороны, и это нормально. И мы можем это все учитывать для того, чтобы сделать стресс своим помощникам. Если есть какие-то вопросы, я сейчас буду готова на них ответить. Если есть еще что-то, про что вы хотите услышать или получить ответ, я буду очень рада. Как избавиться от страха говорить публично? Спасибо огромное за вопрос. Страх публичного выступления действительно существует, встречается очень часто. Страх публичного выступления, как правило, связан со страхом проявляться. То есть если в какой-то момент мы запретили себе проявляться, мы запретили себе делать ошибки, то мы испытываем страх публичных выступлений. Как правило, для того, чтобы этот страх преодолеть, надо начинать публично выступать. Потому что ораторское искусство – это спорт. Чем больше у нас тренировок, тем больше мы приобретаем здесь опыта. Действительно, страх публичного выступления, он связан, как правило, с тем, что «Ой, ну вот что я могу, там они такие зрители сидят, а я, ну что я могу им рассказать, ну как я могу быть интересен?» На это мы с вами отвечаем, что я просто делюсь с аудиторией своей позицией, своей точкой зрения. Я не претендую на какую-то такую вот всеохватывающую правильную позицию. Я просто сейчас делюсь своим опытом. Я предлагаю преодолевать страх выступления через сами выступления. Репетируйте перед зеркалом, говорите, посмотрите, как вы выглядите, как вы себя чувствуете. Готовьтесь к выступлению, да, если вы владеете вопросом, и если вы любите свою тематику, вы обязательно заинтересуете аудиторию собой. Когда вы репетируете, посмотрите, как вы себя, да, вот в этом смысле чувствуете. Комфортно ли вам, некомфортно? Если вам некомфортно, отследите, что вам доставляет этот дискомфорт. Представьте, что в том зале, да, в аудитории, перед которой вы выступаете, сидит самый любящий вас слушатель. Если он есть реально в зале, посмотрите, кто вам улыбнулся, кто вам, да, кивает головой в ответ на ваши слова. Обращайтесь зрительно чаще к нему. Если вдруг вы не успели увидеть такого зрителя или аудитория для вас новая, представьте, что в зале сидите вы сами и внимательно себя, да, слушаете, для того, чтобы создать себе вот такую поддерживающую атмосферу. Поэтому, если резюмировать ответ на вопрос, тренируйтесь, любую аудиторию приглашайте. Сначала просто зеркало, потом ваши близкие, друзья, ваши, да, бойфренды, подруги, родители. Пожалуйста, любая аудитория для того, чтобы тренироваться. Потом увеличивайте аудиторию, да, и выходить публично выступать. Разрешите себе ошибаться. Разрешите себе быть неидеальными. Готовьтесь к выступлению, и у вас обязательно все получится. Еще вопрос. Как понять, стресс, лёгкий или сеглой? Есть ли какие-то, наверное, маркеры, датчики? Спасибо огромное. Спасибо большое за вопрос. Если мы оцениваем стрессовое напряжение, то, конечно, мы его оцениваем по своему собственному самочувствию. Если, как правило, мы говорим, что мы не можем начать деятельность, если мы не можем сообразить, что нам делать, если мы не можем поставить цель, если деятельность так развалилась, то мы уже говорим все-таки о том, что стрессор носит довольно серьезный характер и довольно сильно на нас влияет. И поэтому мы говорим о том, что это все-таки стрессовое напряжение довольно сильное, потому что очень индивидуально. Мы говорим о персональных стрессовых факторах, и, конечно, мы на них очень индивидуально реагируем. Если мы уже видим какую-то психосоматическую реакцию, мы не можем совладать с собой, нам настолько бывает страшно и настолько дискомфортно, что мы даже шаг ступить не можем, то здесь мы говорим, что, конечно, стрессор носит такой сильный характер и приносит нам сильное негативное воздействие. Как правило, легкий стресс – это легкая ситуация волнения. Перед выступлением волновалась ли я, конечно, я поделилась, что я с вами, поделилась этим очень откровенно, конечно, я волновалась, но это дало мне энергию. Это вот такое ожидание, знаете, как когда в детстве мы ждали, вот-вот наступит новогодняя ночь, и вот какой-то подарок у меня будет, и вот я, значит, жду, когда, когда это… Хлопа засыпаю, потому что не выдержала, устала и заснула. И вот это вот такое напряжение, которое дает вам энергию, да, как правило, все-таки это стресс довольно-таки легкого воздействия или то, что мы называем эу-стрессом, положительным стрессом, который дает нам вот, да, нужный уровень энергии для того, чтобы действовать. А теперь вопрос. Есть ли такой инструмент, можно ли справиться с неуверенностью в стрессе? Спасибо огромное. Если мы говорим о неуверенности, да, в стрессовой ситуации, то, как правило, здесь мы сразу все-таки делаем такой отсыл, да, к восприятию себя, к самоотношению, к самооценке. И вообще вопрос неуверенности, да, практически всегда напрямую связан с самооценкой и с моим опытом. Почему я себя чувствую неуверенной? Потому что у меня ощущение, что я не очень готова, что я не очень компетентна, что меня не воспринимают или я сама себя не соотношу вообще с тем, что я делаю. И поэтому в этой связи для того, чтобы побороть эту неуверенность, для того, чтобы справиться с ней, во-первых, надо осознать, что эта неуверенность есть, да, прямо себе сказать, что-то я вот в этом, да, себя чувствую неуверенной. Следующий шаг. В каком вопросе я себя чувствую неуверенной или в каком деле я себя чувствую неуверенной или при каких обстоятельствах я себя чувствую неуверенной. Изучить это, одинаковые ли это обстоятельства, разные они. Может быть, в присутствии каких-то людей я себя чувствую неуверенными, меня эта ситуация немножко подавляет. Вот с этим надо разобраться, что является причиной неуверенного поведения. И если вы уже для себя поняли, что это, тогда с этим работать, либо, если это какие-то конкретные люди, то оценить, почему вдруг я стала при этих людях так себя неуверенно чувствовать, готовиться ко встрече с этими людьми и себя как-то в этом смысле поддержать. А так, конечно, обратите внимание на то, как вы сами к себе относитесь, потому что если вы сами в себя верите, то абсолютно все люди тоже поверят вам. И в качестве инструмента, если у меня еще есть время, есть такое прекрасное упражнение, называется корона уверенности. Вот в момент, когда вы себя чувствуете не очень уверенно или уверенным, представьте, что на вас корона. Когда у меня корона на голове? Я могу вот так сесть или вот так? Нет, она же упадет. Если я должна нести корону, то у меня голова прямая, осанка прямая, плечи расправлены. Это позиция уверенного человека. Я уже себе внушаю о том, что я уверена в своих силах. Ну и всегда, всегда абсолютно, да, все психологи говорят о том, что если ты себя не чувствуешь уверенным, играй в эту уверенность, и она обязательно к тебе придет. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Уважаемые коллеги, спасибо вам огромное за то, что вы вот этот час решили провести в нашей компании, да, в этом прекрасном проекте «Пластилин». Я несказанно рада возможности участвовать и очень благодарю всю аудиторию и организаторов за возможность сегодня быть с вами. Спасибо вам огромное. Да, берегите себя. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.